так смотрите самого начала фонд украинцы сыльна нация вам сам тяжело разговаривать с русской тяжело в каком плане я представитель страны агрессора ты я прекрасно это понимаю у нас с вами миссия вы хотите помочь мы готовы принять эту помощь доброго дня 3018 распаковываем посылочку волонтеров да это то что нам нужно небольшой маленький компактный генератор грелочки еще к одним баллонам за одни маленькие а все-таки портативные печки да да это тоже нужная вещь вот я просто хочу вас познакомить с метро и вы узнаете очень много всего крайне неожиданного про правый сектор про политзаключенных в украине и как воспитывать пятерых детей в метро привет добрый вечер у меня сразу вопрос такой ну вот отец пятерых детей раненый из 14 года в боях ну семья дети но мог же спокойно жить чуть не живется мог алле пришла беда и в тот такой час но мне было двадцать семь лет когда пришла война в нашу страну это в четырнадцатом это в четырнадцатом и так как мы днепр это ну я считаю это центр украины потому что все проходит через это самая большая область все проходит все пути в любую часть страны можно попасть только через днепр в первую очередь это коснулось днепра да и война и снабжение и техникой ну все абсолютно это днепр в тот момент я работал на водителем на нефтебазе мы развозили масла по нашим заправкам то в эту ночь когда началась первые вообще выстрелы появились в луганске я остался ночевать на заправке перед этим городом и там огромный есть заправочный комплекс вог с рестораном с прекраснейшими был был он был потому что утром когда я к нему вернулся то есть я начал на свои заправки вернулся туда то вот я был просто шокирован что время было там пять утра от заправки не осталось ничего то есть это разорванные эти кресла же красные красивые то есть все абсолютно разгромлено вообще ничего и в город я заехал в город были выстрелы люди бежали уезжали на машинах выскакивали из города и вот этот все но в городе вот стоял ну просто хаос а зачем ты поехал я поехал по работе то есть я поехал у меня была луганская донецкая область развоз масло то есть по заправочным станциям и остался защищать донецкий аэропорт нет сразу я вернулся домой вернулся домой посмотрел на это все вернулся обратно обратный шлях был через донецкую область которая прикипела к душе до сих пор и в которую я ездил до этого еще с отцом я встретил свою прекрасную жену то я вам скажу я был шокирован с того как все происходило я увидел первых военных эти разбитые дома все это мы увидели это был этаж не телевизор это все было воочию конечно тяжело и естественно по возврату домой мы таким небольшим коллективом подписали обходные листы уволились и пошли в нас в городе днепр в наш правый сектор то есть мы записались в ряды добровольца мы понимали абсолютно то есть никакой зарплате ни о чем не шла речь абсолютно то есть нужны были люди это были и парни которые служили я не служил так сложилось исторически не получилось у меня восемь раз скажи пожалуйста вот очень мне очень тесно про правый сектор есть две переплетающиеся легенды одна легенда от украинских пропагандистов и другая легенда от российских пропагандистов что правый сектор это страшные совершенно вот нацики но мы же с тобой друг друга давно знаем у тебя вообще жена на плане чеченка так а я русская ничего сидим там общаемся работаем вместе женой вообще пятеро детей вот объясни еще раз вот самого начала про правый сектор нету там никаких фашистов абсолютно все люди это просто люди из народа это те люди когда-то да там великую отечественную войну встали это были господи как же их дам партизаны а сейчас это вот люди которые сами понимали что ну какое что встретила наша страна но зсу это было разграблено разграбленный род войск это был кошмар по сравнению с тем что к чему пришла сейчас страна пришли люди как это все превозошло то что начинал с четырнадцатом то это конечно ну классно и сейчас я скажу так что мы шли с палками и ножами и топорами потому что это был ну не было ничего все добывалось скажем так в бою для начала это было волонтерство то есть мы грузили машины мы создали там две группы и по очереди возили воду потому что вода была уже отравлена то есть это уже был сентябрь сентябрь месяц то есть вода уже было 15 14 14 14 была рыжая в колодцах пить и было невозможно негде было взять и доставка воды а что отравлено тут кто отравил и чем не знаешь ну смотрите кто отравил и чем не понятно но так как во первых это взрывы это были первое да вообще в жизни услышаны эти взрывы вот это вот то что прилетает особенно ночью ну на тот момент я даже не мог представить что такое может быть до тому 21 веке и в наше время донец который встречал чемпионат чемпионат по футболу в которой я был лучший один из лучших аэропортов вообще европы и один лучших стадионов европы где пели все звезды и это было ведь накануне войны но за там руку потерял фактически да да под аэропортом и у нас была группа др создана и мы искали пути отхода то есть мы там ходили вокруг аэропорта искали как выводить людей потому что уже все знали все понимали что будет произойдет то есть чп будет беда ну и так получилось вот начался обстрел начался обстрел и в этот момент я выбегал из укрытия и у нас парень спал надо было его разбудить все просто забыли мы варили борщ мы пришли с дежурства и мы варили борщ и в этот момент все это началось и парень прилег отдохнуть но всю ночь мы там дежурили и мне надо было разбудить я вернулся за ними уже на его ранило в ребро за ну и то есть осколки шел в сердце попал в ребро и отрикошетил вверх вышел в плечо но у меня к сожалению голова осколок рука брюшное ну и эвакуация и все то есть у меня перебита кости мне спасли только сухожилия и не работает у меня там большой палец тюрьма же тоже была твоей жизни тебя посадили когда и за что посадили меня господи в 3 марта такой это такой это 15 год 3 марта это после того как ты чуть не погиб по это я лежал еще в больнице но к сожалению в тот момент когда нужно было отпустить домой там на выходные подготовиться и ложиться уже на операцию на довольно серьезный срок потому что весь этот процесс не не быстрый приехала служба безопасности украины и мы поехали в город мариуполь я вообще ехал в недоумении всю дорогу ну и так сложилось что когда мы приехали в мариуполь нам сказали что мы по подозрению в убийстве работника из был была в волновахе нашей группой которая на тот момент осталась группой парни остановили колонну контрабанды в которой были деньги очень много денег это были фуры это были палеты с деньгами спрятаны в пустую тару пустая тара бутылки которая ехала на деньги были валюта конечно приехали наш адвокат из днепра приехали депутаты то есть приехали спасать все это дело потому что взяли на тот момент 30 чем-то человек я уже не помню сейчас на ну из нас 8 человек нашей группы из 33 человек в общем некоторых при задержании и стреляли и ноги постреляли хлопцам конечно ну кошмар это было просто ужас так нам сказали нам повезло очень крупно 15 год это порошенко да то есть из нас сделали ценычных бандер когда ты понял что ты именно политзаключенный политзаключенный я понял сразу как только попал в сизо и через три дня нам пришли сказали полицейские про то что выступал президент который на прямом эфире рассказал кто вы что вы и вы будете сидеть и все будет поставлено на контроль и в тот момент мы поняли что мы политзаключенные что это кому-то то есть я просидел месяц там почти почти месяц и вот еще где-то дней двадцать меня везли до лукьяновки а в лукьяновке сколько в лукьяновке получилось то больше месяца этом пробыл но у меня в общем получилось три наверное а как освободить то вдруг внезапно освободили внесли залог потому что но все дошло до того что у меня уже собирались отрезать руку то есть никакого лечения таблетки передавать нельзя то есть это капельницы передать нельзя уколы передать нельзя ничего нельзя все чем обез кололи витамины обезболивали господи анальгином а потом ты же дальше не сидел ну дальше не сидел дальше ездил на все суды ну то есть мои по браты мы просидели парни по два по два с половиной года то есть всех там поочередно пытались выпу выдергивать и потому что никаких доказательств уши то белыми нитками 30 томов просто бреда сумасшедшего и вот все это пришло к тому что сейчас все моя группа воюет все хлопцы воюют кроме командира который погиб наш командир погиб и дело остановлено до конца войны то сделали поправку в законодательстве и то есть остановили громкие дела там полиции заключенных тех что тянутся но вот у нас уже тянется восемь лет с девятой у прошивка тоже только поменьше да ну и вот в итоге все это дело остановила сейчас его то есть до конца войны и после войны типа будем разбираться и все то есть твоя семья террористик готова к тому что вода закончится украина победит а ты сядешь да не то чтобы мы этого готова как готова мы будем бороться до конца никто я думаю сидеть никто не будет только потому что это все выдуманный чей-то бред не больше ну смотрите надо было повесить то что происходило в этой зоне боевых действий на кого-то это все равно было повесить на это повесить только на участников правильно то есть то что происходило то что делали господи начинают депутатов полиции всех остальных то есть надо было на кого-то повесить все эти грабежи и все это то что происходит да конечно конечно повесили на той за это кто-то должен был ответить хотя меня об этом предупреждали самого начала когда я пошел в правый сектор я я к этому отнесся знаете ну так ну как как это да ну люди которые защищают свою страну будут еще и сидеть так и получилось почему вот объясни пожалуйста почему все равно правый сектор днепр один а то это все равно их сажали вас преследовали вы все равно главный патриот украины не хочу главный все главный патриот украины вот почему же казалось бы власти вас долбили 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 а вы все равно строю мы туда пришли ешь еще раз повторюсь мы пришли за идею за свои семьи и то чтобы этот ад прекратился и мы остались никто из нас не сбежал у всех была возможность в любой момент выехать из страны забить на все это дело перекрестить и уехать не у каждого никто все до последнего приходили на судебные заседания которые уже надо было закрыть еще наверно года три назад или четыре и так получается что все сейчас когда началась в 24 числа до строго года война то есть все понимали что нужно делать все все сразу пошли записываться кто второго кто пошел за суду все знали что делать а когда фото образовался фонд образовался год назад то есть мы помогали до этого но это было неофициально то есть да это же зов души то есть мы помогали то есть нет уж не а сейчас пришло осознание того что это надо делать официально и ты непосредственно понимаешь осознаешь общаешься с висковым и на 24 на 7 только те которые на ноле те которые участвуют боях до их необходимо на 0 это на передовой 0 это передовой это крайняя линия то есть ты понимаешь что нужно что необходимо сейчас я выводят и вам за огромное подарочки это уже второй генератор у нас а это уже от вас третий генератор и до речи у нас такой генератор есть осень теке забрали спередка на т.о. вот он будет проходить и уже пришел т.о. вот и один из ваших уже на передку сегодня хлопцем не подводить с электрикой и все все с этим нужно что-то делать то есть это нужно искать это надо привозить потому что ты был в этой шкуре ты понимаешь насколько это серьезно и насколько это может поменять ход событий буквально там часы спасибо нашим волонтерам вот поменяли резину спасибо все машины одноразовой жизни их не как от получаса на передовой так заканчиваться через неделю то без меня как может быть скорая помощь практически одноразовый то есть это означает что агрессор видит что что едет скорая помощь на ней же вот такие кресты со всех сторон как она может быть одноразовая что это такое это все мелочи по сравнению с тем когда в донецке в четырнадцатом это видели когда были сожженные машины с семьями это сожженные машины сожгли просто в упор расстреляны и семьями люди ехали с детьми и говорить про то что стреляют просто в скорой помощи ну это вообще ни о чем то есть там все равно это же идет но смотрите не взяли за три дня все остальное команда выжженная земля никого не интересует что там будет написано наклеено все просто уничтожается нету городов у нас все продолжается продолжим допомогать и хлопцам сегодня у нас три машинки яки мы тягнули с девчатами для нашей артиллерии девчата мне допомогают сегодня две анатолиевны такие две прикольные машинки швидка бусик и джип дуже дякую нашим благодейникам за то что допомогаете и нам и хлопцам и взагалі украине дуже-дуже дякую велика велика шана дуже дякую супер за це все просто супер я не считаю это работой потому что ну работаю я отдельно я просто продолжаю работать кормить свою семью а это миссия которая скорее всего каждый должен понимать что это просто миссия которую ты подписал и когда никто не взял меня воевать никто не дал мне в руки не оружие и все как один кричали прекращай потому что ну моя жена была в четырнадцатом году была волонтером да и то есть сейчас все понимали что мы можем помочь этот фронт также важен как и само участие не каждый должен воевать и поэтому ну вот я благотворительный фонд и не один это не мои деньги это доноры я все время отчитываюсь и опять же с вами иметь дело просто одно удовольствие потому что я хорошо отчитываюсь у нас хорошая отчетность до нормальная отчетность все все строго по полочкам все разложено всем могу показать кому угодно а а вы перед кем отчитывать перед людьми что сейчас нужно для украины для воюющих вот самый до 1 3 самые большие потребности первые три вот что нужно больше всего скажи что вопрос лично к нам если так то дайте нам в нато мы вступим и все и дальше уже дальше уже все будет не нужно поэтому а так если от нас да все абсолютно это простые вещи это транспорт который одноразовый это скорой помощи которые одноразовые то есть это ремонт этой техники когда по своей возможности парни иногда даже не успевают сделать и мы забираем эту технику на ремонт колеса шины я же просто все абсолютно все что касается бытовой жизни любого человека кроме там оружие и всего остального это все нужно для тех кто нас слушает как будто бы радио я так тоже часто делаю вот сейчас посмотреть просто на экран мы тут написали в столбик вам красивыми буковками сколько всего сделал фонд за время своего существования вот это все мы не проговариваем но потому что вы не будете слушать 122 процента сюда 8 миллионов сюда отремонтировала там 24 машина но это все пусть идет бегущей строкой со всех сторон а мы поговорим все таки о душе в том числе о душе машин с вашей стороны был неоднократно задан вопрос и донаторами что вот скуплено все мы решили скопить все амно мы дали вам ответ почему то есть это понятно почему захочется еще и еще раз это проговаривать уже для и вот количество и чем доноры смотрите ну на самом деле это ремонтопригодность машин это первое второе машины взятые по низу рынка проходят ремонт непосредственно или в городе днепр или производится ремонт в польше и они едут туда то есть цена машины становится такова что нету смысла брать новую машину новее новее машина скажем так она не предназначена в данный момент для нашей страны и для ее задачи машины которые себя зарекомендовали которые ремонтопригодные на которые можно достать запчасти в любую минуту которые есть на складах которых возможно отремонтировать эти машины на колени то есть тот кто воюет должен ее взять и отремонтировать и поехать дальше даже если там половина мотора откажет он будет ехать на нем все он выйдет вывезет себя а дальше уже разберемся что скрывать то мы все-таки тут не один килограмм пельмени съели вместе все-таки но как целут а мы можем когда-нибудь снаты перейти наверное нет я воспитанный парень хоть я может там не из голубых кровей но есть все равно как то у нас то есть возрастной покорать сейчас я просто но уважение да к людям должно быть какой то так же как мы и общаемся от того что я буду говорить сейчас по украински да я хорошо говорю по украински я считаю я мою суржик у нас есть вообще свой язык украинский в днепре у нас есть днепровский язык то есть он абсолютно свой по-своему там до суржик как говорит один мой хороший товарищ ну суржик ци гвалтувание российской мовы но у меня в семье мать русская отец у меня украинец мать русская мать с екатеринбурга у меня жена у меня жена наполовину чеченка у которой месторождение россия то есть российская федерация у нее месторождение и вот начало войны это был кошмар я не мог никуда отпустить все что было у нее это копия моего моей инвалидности и она показывала что все таки она имеет отношение к украине потому что она в паспорте уроженка нет уроженка российской федерации то есть она родилась родилась нижнем новгороде и потом еще переехала надо жила в донецке то есть она с первых дней волонтер то есть помогала она там до конца и маму маму с бабушкой мы еле вывезли вдруг вы что-то еще хотели найти про правый сектор про украинских националистов которые так ненавидят русских и едят на утро на завтрак только русских младенцев так я думаю прекрасный концовочка спасибо ну и слава украине героям слава в разом до перемога украинских националистов